МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Построить бизнес с нуля для современной женщины уже не такая сложная задача. Но удержать его во время экономической нестабильности способна не каждая бизнес-леди. Благо, западно-казахстанская область не обделены сильные, слабые половины человечества. Всегда яркая, эффектная, талантливая. Она воплощение женственности и красоты. А вся сила характера проявлялась в самые тяжелые периоды ее жизни. Именно стойкость помогала преодолевать все невзгоды и жизненные неурядицы. Но самое главное заключается в том, что, пройдя все тяготы жизни, она стала примером стойкости для многих. Возможно, именно ее история сегодня вдохновит вас. И, наконец-то, отбросить все страхи, сомнения, рвануть в страну своей мечты. Итак, встречаем в нашей студии основателя Дома моды Марии Ханым, Куспанову Марию Раиповну. Здравствуйте, Мария Раиповна. Я рада вас приветствовать сегодня в нашей передаче Дорога жизни. Действительно, вы такая яркая, красивая, эффектная, харизматичная. И сегодня мы с вами как будто договорились в одном тоне. Мария Раиповна, действительно, ваш дом моды, Мария Ханым, известна не только в Казахстане, но и далеко за ее пределами. Наверное, нет такого телезрителя, который бы не знал именно про ваш дом моды, про ваше предприятие, которое внесло значительный вклад именно в национальный колорит и стало модным трендом, востребованным, как я уже повторяюсь, не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Вы являетесь участником многих республиканских, международных конкурсов. Напомним, да, что вы неоднократно дипломат конкурса «Алтнсапа», лучшие товары Казахстана, и свои изделия на экспорт до моды поставляете с 2003 года, когда после участия в ряде российских выставах коллекциями одежды с национальным колоритом заинтересовались даже зарубежные бизнесмены. Ну и хотелось бы, конечно, сначала, чтобы вы рассказали нам о своем пути жизни, до самого начала. Если честно, меня всегда восхищали такие женщины, как вы, которые добиваются все своим трудом, которые не стоят на одном месте, реализуют себя, как и бизнес-леди, как и мамы, как супруги, жены, и делают наш мир еще краше, еще лучше. Но при этом вы выполняете свою особенную социальную миссию. Мария Раиповна, мы слышали, чтобы всего достичь, вот к чему вы сейчас пришли, вы шли действительно тернистым путем. Было очень много трудностей. И вот из года в год вы взбирались на вершину славы. И, как известно, вы не стремились быть знаменитой, популярной на весь мир, но как бы судьба оказалась благосклонна к вам. Ну вот, хотелось бы, чтобы вы сначала рассказали, с чего начался ваш путь именно к дизайну моды, одежды, к идее создания собственного бренда. Сложно ли было начинать свое дело? С какими вы столкнулись сложностями на своем пути? Я родилась в Атравской области, выросла в Астрахани, в Астраханской области, где сейчас Курмангазы у нас. И там вышла замуж. Вышла замуж за учителя. Мы прожили 6 лет со свекровью, с мужем. И вот решили через 6 лет, когда у меня дочке было уже 5 лет, мы переехали в Уральск. Решили, ну, Казахстан. Как бы там в России хорошо не было бы, но все равно какое-то вот... Было такое вот, мы не могли вот... Ну, в то время, еще советское время, не могли себя найти. И я не знаю, вот внутренне какая-то это у меня... Всегда, как вам сказать, что-то я не достигла, что-то я должна достичь. Вот такое вот у меня было. И я хочу сказать своей супругу спасибо, хочу сказать своей свекрови спасибо, то, что вот она не стала там противоречить. Мы переехали в Уральскую область в 1973 году. В 1973 году. Тогда мне было 28 лет. У меня дочке 6 лет, сыну 1 годик. Вот. Когда мы переехали сюда, и как... Я не знаю, почему, как-то так повезло. У меня муж в облано начал работать. Я на фабрику Индопашива пошла, так как у меня образование было легкопромышленность. Я окончила в Астрахани. Легкопромышленность. Я конструктор, закройщик. Я сразу пошла в ателье. Хотела работать в ателье спокойно, потому что только переехали. Дочь маленькая, сын маленький еще годик. В садик мы устроили здесь. И как-то здесь вот, в Уральске, не знаю, от того, что я русскоязычная была, или от того, что мы переехали в Астрахани, нам какую-то руководительскую работу стали давать. Хотя я все время стремилась к шитью. Или же к конструктору. Но мне здесь, в советское время, я работала в доме мод, замдиректором, в экспериментарной лаборатории. Мне назначили, где мы из ткани отшивали модели, и в то время еще демонстрировали модели. У нас была экспериментальная лаборатория в доме моды. Ну и технологом. В высширядном ателье работала технологом. Последние годы я работала, меня пригласили в школу. Я преподавала производительный труд. Восемь лет последние годы. Ну, а своя работа, свои вот это, то, что я умею конструировать, краить, шить, она никогда не давала покоя. Я и со школьниками мы начали шить. И не только, какие нам давали там. То есть у вас способности к шитью были уже с детства? С детства у меня было. Видать, от мамы. Я уже на ручной машинке начала шить с девяти лет. Все шила. Всегда платье вот так вот. Мама возьмет ножницы вот так вот. Обведет, раскроит. Я тоже у нее научилась. Горловину, пройму, плечо обведу. Ну, и платье готово у меня. Вот так вот. То есть эту мечту вы вынашивали, можно сказать, с детства, с девяти лет. С девяти лет, да. Вот. Ну, потом в школе мы восемь лет поработали. У меня дочь окончила институт. Здесь художественно-графический институт. Тоже пошла в школу, но не хотела. Уже молодежь, не хотели в школе работать. Сын учился уже в институте в то время на третьем, что ли, курсе мехфак. СИ. И вот, когда пришло время перестройки, вот, сын и дочь очень уговаривали меня, давайте мы откроем свое ателье. Давайте мы откроем. Я боялась, если честно говоря, ну, вроде бы мы привыкли, чтобы нам давали задания, планы, мы должны выполнить, должны вот так вот все, все аккуратненько все сделать. А это, как я начну, как я буду работать? Думала, долгое время я думала, вот, года два думала. Но им разрешила, если хотите, открывайте. Нашли помещение, взяли в аренду, дочь начала там работать, сын помогал тоже, хоть студент, деньги-то нужны всегда, вот. начали работать. Ну, я посмотрела, смотрела на них, думаю, нет, молодежь, это не поведут, потому что уже закалка есть. И решили взять бразды правления в свои руки. Уволилась, заботы, открыли, тоже взяли в аренду помещение, открыли свое ателье. Мария Раиповна, как нам известно, те годы были очень ведь сложные, да? Очень сложные было. Ателье попалось вот на 1991 год, это годы перестройки, да, когда только начинала возрождаться именно духовная культура нации. Вот расскажите, вот как вы не побоялись, рискнули, с какими вы трудностями первоначально столкнулись на своем пути? Вот я что хочу сказать, наверное, поддержка семьи, поддержка детей, что дети со мной, вот. И все же я решилась, решилась как? Так, люди были без работы уже, все ушли на рынок, ну, кто, куда, куда. Мы открыли ателье, сперва сами, из трех человек мы начали, вот, смотрим, к нам идут, ну, девочки, вот, подруга моей дочери, там, друзья мои стали идти, и потихонечку начали приходить, ну, заказывать. Потом я подобрала своих кадров, которые, с кем работало, десять человек набрали, и нам это помещение уже маленькое стало, мы другое помещение начали искать. И, вот, знаете, в это время мы даже не знали, с чего начать, куда не пойду, везде никто ничего не знает. Вот, в Акимат ходила, ну, начинайте, ну, разрешаем, ну, нужно было, какие-то документы, какие-то, это, юристы нужно были, мы же не знаем ни юрист, ничего, мы знали только производство. И вот, мы, 91-92 год у нас было, как бы, мы, вот, пробовали. Мы, бывало, мы даже ночью, вот, у меня дочка работает, сын с института придет, тоже начал шить. Вот, и шить начал, и все вот эти вот работы, что-то, машинки отремонтировать, или там это все. Мы в 12 часов домой возвращались. И, знаете, пели шли, нам было приятно. То есть, это была приятная усталость, как бы вы ни уставали, но все равно, как-то было моральное, такое удовлетворение от своего труда. людей нужно было тоже заинтересовать, им зарплата нужна. Они сперва побаивались. И, где искать работу? Одной той работы, которая к нам идёт, мы бы, не могли бы дальше вылезти. Вот. И дочь начала шить, делать всякие модели. Вся молодёжь, как раз жасканат в это время открылся, в 93-м году, если помните, да. И мы начали вот эти, дочь набирала девочек, мы на них шили, демонстрировали, в клубах, везде. Нас увидела культура, что наши модели, и уже потихонечку начали... ...в зарубежье, да, насколько... Нет, мы сперва культуру решили, потом уже мы выкупили себе здание, вот, стали просить здание, старое Орсовское ателье выкупили, как радовались, и весь коллектив радовался, и мы сами радовались, и уже, мы уже как бы твёрдо стали. А скажите, пожалуйста, почему ваш дом мода сделал ставку именно на национальный колорит, почему вы выбрали именно это направление? Ну, вот, я... Знаете, когда я работала в ателье ваше разрядном, у меня с Урды приехал управление культуры и говорит, мы в Москве шьём костюмы. Вот у меня прям запомнилось костюмы. Национальный костюм в Москве шьют. А почему в Москве? Разве мы не умеем шить? У нас же ведь на фабрике было 8 ателье по городу. Мы всё могли делать. Вот почему-то они в Москве. Или же здесь национально не знали, или что. И мы, когда я открыла ателье, мы стали с национальным колоритом. Именно национальным. Мы даже, может быть, не так красиво шили в то время, не так у нас ещё получалось, но всё равно мы старались все. Вот. Дочка рисовала, работала над моделями. Я была и директор, и закупщик. Ну, всё, да. Ткани привозила. Ездили в Россию, там покупали ткани. В Оренбурге, там был текстиль, там был все бархаты, там подобрали. Не знали, где ткани брать. Даже в Астрахань ездил, там где-то... А, я узнала, что в Оренбурге есть. Я в Астрахань купила ткань, смотрю, Оренбургская область. И потом поехали в Оренбург, в Оренбурге познакомились, и там выбирали текстиль, шёлковые ткани, которые в Москве красились, продавали в Оренбурге. Оттуда брали. Ну, мы выбрали. Уже дальше не знаем, куда идти. Потом потихонечку, потихонечку мы начали прокладывать дорогу на юг. Вот. Вот что вас вдохновляло именно на протяжении всего пути? Где вы находились силы, источника, энергии? Я никогда не уставала. Мне это очень нравилось, то, что я, когда выросла, я всё время хотела что-то делать, но у меня не получалось в Астрахани, например, да? И вот, приехав из Астрахани, и работать руководителем, это тоже вдохновляет же, да? Вот. Вдохновляло то, что у меня моя семья поддерживала, вдохновляло, что моя дочь, мой сын мне помогают, рядом со мной. Это очень большое вдохновение. Я думаю, да. И то, что люди тебе верят, и когда вот они выступают в моих костюмах, у нас было такое прямо, знаете, ну, видишь свою работу и радуешься. Вот. Я представляю, это, наверное, такие непередаваемые ощущения. Ну, я не знаю, как вам это передать. Я, может быть, даже и за собой с толком не следила. Но старалась, конечно, всегда одеваться, всегда это. И ещё коллектив держать нужно, и ещё нужно зарплату искать. Ещё время было, когда вообще денег не было. Мы бартером работали. Там у этих дети учатся, я им мебель достаю из мебельного, мебельным что-то шиём, мясо достаём, им что-то шиём. Вот так было. Муки достаём, на муку работали. Вот так вот бартером работали. Ну вот, оглядываясь назад, каким достижением вы больше всего гордитесь? Ну, безусловно, это семья, да? И вот сейчас я хочу обратить внимание наших телезрителей. Вот целый альбом. Мне кажется, в этом альбоме вся ваша жизнь. Да. Он настолько, наверное, дорог для вас, да, Мария Рейбовна, да? Здесь столько фотографий, именно, начиная вот даже с молодости, да? Здесь вы с известными личностями. Вот я даже не знаю, это, наверное, у нас целая программа, не хватит. Вот если мы сейчас начнём заострять внимание на каждую страницу, потом мы обязательно покажем, да, в подсъёмках именно все фотографии, все ваши здесь грамоты, статьи. А вас можно написать целую книгу, можно снять фильм, сочинить песни, стихи. Спасибо. Потому что вы действительно очень многого добились за свои годы, и сейчас, мне кажется, вы полны силы, энергии и не собираетесь останавливаться на достижении. Нет, мы работаем. Я права? До сих пор работаем? Попытыряемся. Откуда вы берёте силы? Скажите, пожалуйста, поделитесь секретами именно, как стать успешной и одновременно и в бизнесе, и в общественной деятельности, и в личной жизни. Ну, вы знаете, чтобы успешной быть, надо, чтобы у тебя тыл хороший был, вот, семья хорошая была, вот. Я так думаю, вот. И дети у меня хорошие. У меня всё время работал со мной мой сын. Вот я что хочу сказать, вот, почти 10-15 лет он меня возил. Мы куда не ездили, он меня на машине возил. Дома, если что-то делать, я с ним советовалась. Если мы уезжали, здесь оставалась у меня Галина, дочь моя. Она вела всю эту работу, дизайнерскую работу, она умела вот это всё, очень хорошо. И сейчас она является вашей правой рукой, помощником. Да, и сейчас, как видите, правой рукой она является, она главный дизайнер. Все эти модели, которые мы за рубежом, или же в Москве, на этнофестивале, все это её модели. И даже вот внучка захотела тоже модель свою показать, нарисовала, а Галя всё это выполнила, и она, эта внучка, с моей снохой съездили, в Париже показали. Ну, это же достижение, да, покорили Париж. Мы дали ей трамплин учиться, и она сейчас в Турции, вот на дизайнера хочет учиться, она в Турции учится у меня. Вот, мы дали ей трамплин такой. Всё же нас поддерживало и предпринимательство, и Акимат, как ни говори, всё же нас представляли. Мы ездили в Самару, Саратов, Оренбург, Астрахань, Москве мы представляли, Казахстан. Весь Казахстан, здесь недалеко, видать, и везде, вот, с предпринимателями, там, ну, это всё даёт, мне кажется, вдохновение. А вот что вот за статья, вот сейчас мне бросилась в глаза, как Мария Москву покорила? Это про вас тоже, конечно. Наверное, вас часто сравнивают с этой героиней, помните, любимый наш сериал «Просто Мария»? Ну да, первое время говорили мне «Просто Мария». Она напоминает вас, чем эта героиня? Напоминает, да, да. Какими чертами характера, какими качествами? Ну, вы знаете, «Просто Мария» она просто... Она просто Мария, а я не просто. Просто начала работать. Нет, она тоже потом поднялась, всё же это, да. Ну, вы знаете, каждый раз я работаю, я всегда знаю себя, и мне каждый раз кажется, снова надо начинать. Вот. И это, если меня расхвалили, если я там, сказали, покорила Москву, вы думаете, не надо взлетать, а нужно дальше продолжить свою работу. Требует, наша работа требует постоянно, постоянно его поддерживать. И поэтому, мне кажется, я... Вот сейчас вы меня хвалите, мне очень хорошо. Это тоже вдохновение. Вот. Ну, я приду завтра, вот, и обратно сяду что-то думать, что-то делать. Вот. Идет наурус, к наурусу надо. Вот. Есть заказы, надо выполнять. И каждому, каждому, каждому изделию нужно относиться трепотно. сейчас спросы другие. Вот. Каждый раз спросы другие. В то время мы только начали, все радовались нашим вещами. А сейчас попробуйте, не дашь, что попало. Вот. более вот нужно относиться, тоже знать надо. Тем более конкурентов очень много держаться, надо всегда на плаву. Да, да, всегда на плаву надо держать. И все время надо усовершенствовать, надо. Вот. И тем более, вот сейчас, если к этому времени, к нашему времени сказать, сейчас время такое, вот это, с коронавирусом, заказов мало, приходится трансформироваться, приходится делать. И трудновато немножечко, но, когда не трудно, всегда нам трудно. расскажите, как вам удалось простой девушке покорить Москву? Это было... Этнофестиваль, по-моему, был, да? Этнофестиваль. И мы с моделями, с дочерью ездили туда, на выставку. Были представлены 92, 92 коллекции. Да, 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 да. 92 коллекции, не только наши, там очень много это коллекции было. Все страны были. СНГ, 18 СНГ, по-моему, было, представляли, да. И вы стали лучшей в номинации восточных костюм. Вот это не досказало, действительно, в нашу семью, вот, сноха моя, вот, Жолдус, она демонстрировала мне модели, и вот, видите, они полюбили друг друга, поженились. Это тоже для меня был очень хороший этот, ну, стимул. Ей нравились наши, этот, и мы ее тоже направили, сказали, у нас есть свое, в то время, ведь не все, каждый не мог, каждый, не все могли открыть, у нас открытое, уже действующее ателье было, и мы ее направляли, вот. Галя вот модельное агентство не открывала, но она открыла модельное агентство, вот, те же девочки, которые, вот, подобрала Галина. Ну, глядя на вас, наверное, у наших телезрителей складывается такое впечатление, что вы, конечно же, счастливый человек, у которого не бывает, наверное, каких-то там трудностей, проблем, но на самом деле ведь это не так, вы сами говорите, что редко бываете удовлетворены, да, своим трудом, то есть вы не останавливаясь на достигнутом, каждый раз вы совершенствуетесь, каждый раз ищете что-то новое, хотите удивить именно, да, жителей, хотите удивить, да, своих клиентов, вот скажите, пожалуйста, с какими вот именно трудностями, а именно какие вот падения в вашей жизни были, вот, оглядываясь назад, вы сейчас можете вспомнить, ведь говорят, трудности даются сильным людям, они в какой-то степени закалили вас? Конечно. сделали сильнее? Конечно, даже у меня сноха дома, дочь замужем уже, своя семья, и все равно, да, вчера, ну, не вчера, конечно, лет 15 назад, вот, я сама ездила, вот, было трудности, сама ездила в Бишкек, с двумя сумками, привозили оттуда ткань, которая нам нужна, если нам идет заказ, мы сразу летим на самолете, или в Алма-Ата, или в Бишкек, или это, и оттуда присылаем, и что-то, если срочно надо, сами везем, это нелегкий труд был, вот, сегодня заказали, ночью я уже уехала, вот, ни на что не смотрела, вот, и не смотрела на то, что на самолете мне надо, или там, я этим не считалась, вот, собрала вещи, которые мне надо, деньги даже занимали, бывало, занимаем, едем, потом, когда уже заказы выполняем, отдаем, вот так вот, вот, ну, трудности какие? Сильно такой трудности не было, вот, было трудности, что спад заказов было, вот, работа же все же, вот, люди работают, зарплату нужно платить, налоги надо платить, и мне в 2006 году, я решилась, прям, подумала, подумала, в одном уральском, мы ничего не приобретем, не сумеем так дальше работать, давайте расширяться, я собралась и уехала в Ахтау, купила там, купили мы там квартиру, ну, мы, конечно, посоветовались с сыном, с дочерью, с снохой, посоветовались с мужем, посоветовались, купили там квартиру и начали расширять, сын приезжал, помогал, сын во всем помогал мне, вот, жулду заставил здесь, на своем, на моем месте, ты, говорю, управляй, вот, и дочь здесь была, вот, вы управляете, а я это, там, открыла, через год у меня пошли заказы, вот, показали, демонстрировали, на, чтобы демонстрировать, приезжала у меня дочь, жулду приезжала, и мы показываем модели, вот даже вот здесь вот модели есть, октавские, он там, посмотрите потом, вот, у моря, вот, там как раз работал наш бывший Аким Кушербаев, Кремдек Ильевич, и когда они узнали, что я приехала, и он как родную встретил там, вот, вот, хорошо, что вы приехали, я тоже вот там дефилировали, демонстрировали, представляли, модели, вот, там был форум, из, из, пять стран, это было, вот, ну, тоже на хорошем счету, мы стали принимать заказы, вот, в щитпе, в районах, везде, и присылать в Уральск, в Уральск отшивали, налоги в Уральск, мы платили, мы просто там я жила, восемь лет мы там работали, в это время и с детьми я там была, и детей привезут, и я там, там же море, у моря, у моря и дети купались, выросли там, вот, вот так вот мы, ну, нелегко, конечно, уже, уже на пенсионном возрасте я была, но все же выдержали. До этого вы говорили, что главная поддержка, ваше вдохновение, это в первую очередь семья, и, насколько мне известно, между вами и супругом, до сих пор, да, такие трепетные, нежные отношения, вот поделитесь секретами своего семейного счастья, как вам удается быть именно хорошей супругой, свекровью, тещей, то есть все совмещать, да, у вас такая вот семейная идиллия, потому что вы все дружны, сплочены между собой, всегда вместе, на одной волне, и в радости, и в печали. свекровь я похоронила здесь, мою свою маму тоже здесь похоронила, они у меня здесь, вот, что я хочу сказать, с мужем, с мужем мне повезло, то, что он всегда меня поддерживает, всегда вдохновляет, всегда он, как нахваливает, он всегда мне, вот, говорит, локомотив, говорит, я локомотив, а они, ну, это тоже, с одной стороны, раз ты работаешь, это тоже локомотив, тоже надо, ну, иногда хочется быть и женщиной, ну, раз уж я взялась за эту работу, нужно дальше делать, но, то, что, и, то, что в семье у нас уют, это, у меня очень хорошие дети, вот, у меня одна дочь и один сын, сын сейчас инженер-конструктор, тоже свою работу выполняет, сейчас вот, и работы, технику, я ему тоже немножечко помогаю, вот, производит, вот, не будет всю жизнь же с нами работать, вот, дочь у меня, как дизайнер, художник-дизайнер, она все вот эти новшества, все это начинает, даже она может бросить, все это сесть за бусы, вот, вроде я говорю, ну, что у тебя такая работа, вот, ну, я хочу, вот это хочу сделать, ну, наверное, надо ей, вот, вот так вот, вот, сноха сейчас ведет мою работу, дальше вести тоже кому-то надо, вот, все новшества, вот эти вот, вышивальные машины, там выкупили, потом красильные машины выкупили, это, это новшество, я считаю, вот, я бы, может быть, не сумела бы уже, я знаю только, я в крое, в конструкции, вот, вот, потом, вот этот, вот этот, сбыт, сбыт, взять, найти ткани, там, вот это, мастерица, ну, руководить я мастер, конечно, но, вот, сейчас это, сейчас новая волна же пошла, по-новому работают люди, вот, в этом преуспевает у меня жил доз, вот, ну, хорошо, конечно, я уже сколько лет это отработала, коллектив отработала, людей это подобрала, я как технолог, как рабочий, вот этот вот технолог, закройщик, конструктор, вот это вот все собрала людей, а дальше уже технику мы покупаем, вот, в то время еще мы могли ездить в Китай, там купили столько и машинки, и оборудование, и все, Мария Раиповна, вы все время о работе, да, о работе, все-таки я у вас, а я убежала опять, как вам удается вдохновлять, вот, именно своего супруга, оставаться для него, всегда музы, и, что меня еще восхищает вас, то, что вы всегда такая эффектная, всегда ухоженная, вы уделяете очень много внимания, да, своей внешности, то есть, служите примером для подражания, для многих женщин, поделитесь, пожалуйста, как оставаться для своего супруга, вот, всегда такой, любимый, неповторимый, ну, вы знаете, так особо я внимание на себя не уделяю, чтобы там спа-салон, там это, везде ходить, там, но тем не менее, вы выглядите намного моложе своих лет, свои 75 лет, вы выглядите максимум на 65, спасибо, гены, вот, но, однако же, я и не забрасываю себе, вот, всегда, мы с мужем, вот, когда я переехала с этого, мы отдельно построили для себя дом, в одном дворе, в одном дворе, в большой дом мы отдали сыну, там живут мои внуки, и жилду с Сайваром, мы в этом же дворе небольшой домик себе сделали, для себя, ну, для нас это не большой, не маленький, вот, после работы мы всегда вместе, вот, в чем я вдохновляю его, сейчас уже вдохновлять-то нет возможности, мы, чай пить только вместе, кушать, там, у нас общие дети, общая забота, я ему все объясняю, он понимает, и действительно поддерживает меня, вот, немножечко, в последнее время он болел, вот, прямо год болел, мы ухаживали. То есть он всегда вас поддерживал, в любых ваших начинаниях, идеях, всегда? всегда поддерживал, как будто он все это знает, как будто это вперед, только вперед. Ведь это очень важно, когда есть такой человек рядом, очень важно, который дает тебе силы, и никогда не сомневается в твоих способностях, именно дает такую уверенность в завтрашнем дне. Да, 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 он всегда поддерживал. Когда мог, он сам все мне помогал, вместе ездили, и за тканями, и за всеми этими, вот. А сейчас, когда мы, если я там на работе, он с внуками, в школу, вот, до последнего года он обучал детей, всех троих он обучил, вот четвертый у меня, второй класс, он уже, говорит, мне тяжело. Ну, однако же, если казахский язык, там, это, он же педагог, он, этот, обучает. Ну, вот, третий сын, это наш внук, это мой любимый внук, он прямо с первого класса отличником идет у нас, вот. Он до шестого класса с нами жил, сейчас вот, в связи с этим, вот, онлайн, это, я думаю, ладно, пускай с родителями, там, мальчишка еще растет, вместе будут, они с родителями живут, вот. Ну, родители-то два шага, вот. Спасибо. Особо, чем я могу еще и... Мария Раиповна, а вот в чем заключается ваш уникальный собственный стиль, ваши предпочтения в одежде? Ну, как мы поняли, то, что вы, конечно, производите, вы сами не носите, но вот на вас такой красивый костюм, это тоже собственного производства, наверное. Сами шили? Да. Вы любите... Мы были на этнофестивале, мы, когда бываем, мы просто так не ездим, мы обязательно оттуда ткани или что-то это в Москве закупили ткани, привезли до этого, дочь сама ездила, закупала ткани, привезли такие вот ткани, ну, это репс, когда-то было в советское время ткань, вот. Он лежал, лежал, я тому предлагал, самому предлагал, все что-то не поймут или думают, красный что ли, или это, и там собачки, говорят, ой, собачки, и потом думаю, к празднику надо шить себе. Я люблю... Но не каждая женщина рискнет одеть красный цвет. Да, да, красный. Я люблю красный цвет. Мы исключение. Я тоже очень люблю красный цвет. Да, не говорите. Это наши вопросы сошлись. Я люблю вот это. И не знали, как он шьется. Вы знаете, хоть и ткань была, а сейчас вот по-другому же, там добавляют чего-то там, и думаю, он как поведет, лучше пальто или же этот, ну, я рискнула, костюм сшила. Надо, говорю, в празднику что-то нужно. Вы знаете, вот у меня внутри, я обязательно каждому празднику должна какую-то вещь сшить. Сама-то умею. То есть что-то новое должно быть обязательно. Да, что-то новое должно быть. Вот к маю другое должно быть. Наурзу у меня есть вроде бы. Вот. Ну, я национальные вещи одеваю. Ну, его же не каждый день одевать. Вот там, вот у меня, видите? Очень красивый брошь. Это, это вот символика, национальная символика. Вот. Чуть-чуть на таким, любой костюм можно одеть, можно какую-то деталь, сейчас в последнее время так. Не обязательно же вот одеваться так, в пальто или там этот, камзолы, все время. Мария Раиповна, ну вот скажите, пожалуйста, что у вас все-таки заставляет улыбаться по утрам? Что помогает вам расслабиться после работы? Вот что делает вас счастливым человеком по жизни? Ну, и в этом возрасте уже подытоживаешь свое достижение или это. Вот какая-то маленькая девочка, которая росла без отца, не могла учиться нормально. Выйдя замуж, выйдя замуж, потом, как сказать, с поддержкой мужа, приехав в этот Казахстан, познала себя, вот доверяет, доверили мне это вот все, то, что вот я до этого рассказывала, и то, что сейчас я что-то достигла, мне кажется, этого достаточно, не обязательно взлетать куда-то, вот. Достаточно даже это все удержать, я думаю. Нельзя, я улыбаюсь тому, у меня рядом сын работает, каждый день туда-сюда мечется, я говорю, вы как у это, у Мюллера под колпаком, я все вижу, куда идете, откуда пришли, когда выходите. Вот так вот. Это ради не радость. То, что мы создали для себя, вот это вот, у нас, мы сажаем, у нас цветы, у нас и елки, там, эли, там, другие там растения, все это сейчас смотрю, все в снегу стоят, вот чуть погодя, уже за ними надо ухаживать, это тоже радость. Вот. Ну, мне кажется, человек, если ты живешь, должен радоваться каждому дню. Какая погода не была, надо радоваться. Иногда муж говорит, ой, опять слякать, опять это, я говорю, это тоже прекрасно же, не бывает же такого вот в жизни, все, чтобы все хорошо было. В жизни, даже в работе не бывает такое все хорошо. Вот. Поэтому, вставая, надо улыбаться, радоваться тому, то, что когда-то он говорил, Маша, хватит, он мне говорил, хватит, я получаю пенсию, у меня хватит на хлеб, на чай, хватит, не работай. В одно время, когда устает, или там я езжу, а сейчас, я неправильно, я, не надо было этого говорить. Вот. Вот. Ну, мы создали для себя, все то, что создали, мы для себя создали. и спасибо государству, то, что вот это вот, нам дали возможность, вот это вот, работать, и, чтобы мы показали себя, и, работая, мы узнали себя, что мы что-то можем. Вот. Мне кажется, вот это, достаточно, это радио нерадости. Конечно, это большое счастье. Что вы умеете радоваться простым мелочам в жизни. ведь не каждому человеку это чувствуется по вам, по вашим счастливым, горящим глазам. Можно сказать, что вы действительно человек, который добился своего, который достиг всех своих желаний, но, как говорится, все равно каждый человек мечтает еще, да, о чем-то, он не хочет останавливаться на достигнутом. Есть ли у вас в дальнейшем еще какая-то заветная мечта, которую вы хотели бы осуществить? Вот до последнего времени я не могла остановиться, когда-то вот начиная, вот, например, 20 лет, вот дети мне помогли вот это создать. Это наше было, да. Теперь я должна им помочь. Вот. Ну, конечно, стараюсь им помочь во всем. Вот. Сын сейчас начал работу, но ниоткуда взять. Это тоже начало, я знаю, как это трудно. Вот. Стараюсь, чтобы ему, ну, начать эту работу и продолжить дальше. Угу. Сейчас не только я в это мариханом вкладываю, я вкладываю в детях, в моих детях. Угу. Вот. Моим будущим внучатам. Вот. Я на этом не хочу останавливаться. Возможность будет, мы детей, вот, во время пандемии мы с детьми были на даче. Вот. Там яблоки, все, ну, все, все фрукты, все эти, и речка рядом, купались. И их подуть, учишь еще, к природе, к работе. Вот. Я только к работе могу учить, больше ни к чему. Вот. Ну, а дальше они уже сами поймут. Вот. Ну, я не знаю, я не смогу, наверное, сидеть дома. Без дела. Без дела. У меня существует... Сидеть просто на кресле-качалке, вязать или шить что-то, это не ваше. Вот это мне нравится, конечно, но это не мое, я еще до сих пор могу двигаться. Вот. Сейчас у нас какие-то еще мысли есть, еще что-то мы с дочкой, может, обучение, может, какой-то этот, вот так и создадим, хотим создать. Мария Раиповна, спасибо вам, что вы уделили сегодня время, пришли к нам в студию, поделились своей историей успеха, рассказали нам о своем жизненном пути, и хочется в заключении, конечно, еще раз услышать ваши пожелания всем телезрителям. В преддверии такого прекрасного праздника, как на УРЭС, вам огромное спасибо, что вы внесли вот такие яркие краски сегодня в нашу программу. Я рада, если я внесла. Большое вам спасибо, что вы меня пригласили, иногда бывает, мы сами себе забываем. Но сейчас вот начало весны, хотя на улице не весна у нас, такой снег сегодня, но все равно это тоже прекрасно, надо запомнить этот снег. Почему в красном? Мы с вами уже весну почувствовали, наверное, да? Всем желаю добра, здоровья желаю, во-первых. В преддверии праздника это на УРЭС Новый год по-казахскому. Это красивый праздник, хоть погода хорошая была, чтобы все на улицу вышли, все, чтобы порадовались, вот, радость души, радость уюта семье, благополучия. Всего доброго. А я благодарю вас за участие в нашей передаче. Пусть близкие окружают всегда вас своей любовью и заботой. Все события в жизни только вас радуют. Ну и, конечно, чтобы ваша счастливая звезда всегда освещала ваш жизненный путь. Оставайтесь всегда такой сильной, стойкой, успешной женщиной. И пусть все ваши желания и мечты обязательно сбудутся. Как известно, любой успех – это одна страна медали. И только ответственность, творческая активность способна к преобразованию. Высокая мотивация достижения целей помогли нашей героине добиться отличных результатов. Какими бы невероятными не были ваши мечты, не предавайте их. Верьте, идите к ним навстречу. Делайте все, чтобы они стали реальностью. А на этом я с вами прощаюсь. До свидания. Встретимся ровно через неделю на телеканале Акжаик в передаче «Дорога жизни». Субтитры создавал DimaTorzok